Минликиева Татьяна Константиновна родилась в городе Нижнекамске, окончила Казанский государственный университет. 13 марта 2020 года директор филиала Центр оценки качества зерна в Республике Татарстан. Приближается окончание уборочных работ в нашей Республике, и не только у нас. И хотелось бы поговорить, какие перспективы сбора урожая в этом году в Татарстане. Уже собрали мы около миллиона тонн пшеницы озимых. Именно культур получается. Сейчас началась уборка яровых. Но надеемся, в этом году мы надеемся, что у нас урожай будет не меньше, чем в прошлом году, конечно же. И, в общем-то, все для этого благоприятствует. Да, сейчас дожди, немного, так скажем, приостановились уборочные работы, но тем не менее они продолжатся. И мы должны, как и в том году, не менее чем 4 миллиона тонн, я думаю, собрать это 100%. 4 миллиона тонн – это достаточно для того, чтобы Татарстан обеспечил себя зерном полностью? Для нашего внутреннего потребления Республики достаточно 3 миллионов 300 тысяч тонн зерновых. Это и спиртовая промышленность, и мукомольная промышленность, и для кормовых целей. Соответственно, конечно, для нашего внутреннего потребления этот объем достаточен. Какие пиковые значения у нас были по сбору зерна в таком недалеком прошлом, и какие были минимумы, и с чем они были связаны? Если мы вспомним 2022 год, мы собрали рекордный урожай в 5,5 миллионов тонн зерна. То есть это был такой достаточно действительно большой урожай. Этот год мы запомнили все. Если говорить, например, о тех годах, когда у нас урожай был минимальный, ну даже это 2021 год. То есть тогда у нас был валовый сбор составлял порядка 3 миллионов тонн. То есть мы немножечко даже не добрали до наших потребностей внутреннего потребления. Но тем не менее наша республика справляется всегда со всеми трудностями, и как бы даже, ну, все было нормально, так скажем, да. То есть это зависит, конечно же, и очень сильно и от погодных условий, да. То есть мы же все-таки, у нас рисковое земледелие, да, вообще в республике. То есть если засуха, нет, мало дождей, это тоже влияет на урожай. Если наоборот, допустим, дожди, да, проливные, это тоже влияет. То есть многофакторность, так скажем. Какая сейчас картина? То есть мы на каком месте находимся по валовому сбору? Если брать Привожско-федеральный округ, да, то, конечно же, Татарстан на первом месте. То есть далее идет за нами это Саратовская область, то есть Самарская область, республика Башкортостан. Хотелось поговорить о продаже зерна за пределы Татарстана. То есть мы знаем, что и внутри России наше зерно востребовано, и часть направляется за рубеж. В чем отличительные свойства зерна, выращенные в Татарстане? Каждая страна, она предъявляет свои требования. Начнем давайте с этого. То есть у каждой страны есть своя законодательная база, то есть свои нормативные документы, которые именно, которым мы должны соответствовать при отправке зерна. У нас в Российской Федерации самым, так скажем, важным документом является технический регламент 015 о безопасности зерна, которому должны соответствовать все зерно, которое производится на территории России. То есть в обязательном порядке аграрии сельхозтоваропроизводители при реализации зерна должны декларировать его. Должны получать протокол испытаний, в котором содержится вся информация о наличии пестицидов, микотоксинов, радионуклеидов, ГМО, вредной примеси, зараженности. А если взять страну получателя, то практически все же эти же требования о ней сохраняются, но что-то бывает, например, или больше. Допустим, вот у нас, если взять по радионуклеидам, у нас цезий и стронций регламентируются. А если взять, например, Турецкую Республику или Иран, там уже прибавляются такие радиоактивные элементы, как медь, железо, цинк. То есть на них тоже необходимо проверять. И наша испытательная лаборатория нашего филиала, она все время усовершенствует свое оборудование, квалификацию специалистов. То есть наше оборудование позволяет именно проверять зерно по всем требованиям, которые у нас, получается, заявлены в контрактах, то есть по всем диапазонам. Вот, например, в этом году ваши специалисты какой объем зерна, направляемого за рубеж, исследовали? Вообще, если за эти 7 месяцев смотреть, 2024 года, то прямым экспортом из Республики Татарстан было направлено около 60 тысяч тонн зерновой продукции. Также мы еще и исследуем шрот подсолнечный, он был отправлен из Казанского жирового комбината, который направляет в Азербайджан и Беларусь. Этот объем составил 90 тысяч тонн. А если же нам брать объем, который ушел до портов Кавказа, Астрахани, получается это как перевалка, и с последующей отгрузкой в страны Саудовская Аравия, Алжир, Египет, страны Африки, то этот объем составляет 230 тысяч тонн. Для сравнения, в том году было отправлено всего около 80 тысяч тонн личным транспортом, а в этом году даже за 7 месяцев уже 230. И хотелось бы более развернуто поговорить о работе Центра оценки качества зерна. Расскажите об истории деятельности, мы знаем, что более 100 лет существует эта структура. Получается, образовалась структура Россельхознадзора, и Центр оценки качества зерна является подведомственным учреждением Россельхознадзора. Перед нами, конечно же, всегда стоят очень такие глобальные задачи, так как мы стоим на страже качества и безопасности зерна и продуктов ее переработки. Это касается не только экспорта, это касается и внутреннего потребления, так как к нам обращаются и аграрии, и предприятия нашей республики. И когда спорные вопросы решаются, то есть получается иногда так, что аграрий вырастил, привозит на предприятие, а по некоторым показателям оно как бы разнятся данные. Тут же, конечно же, наших сотрудников привлекают для решения, так как мы являемся арбитражной лабораторией, то есть за нами последнее слово. Ну и задачи экспорт, экспорт, да, то есть чтобы предотвратить вот этих нотификаций поступления в Российскую Федерацию. Если один раз хотя бы даже мы отправим некачественную продукцию за рубеж, то это грозит нам тем, что эта страна может вообще ввести запрет на получение нашего, ну так скажем, экспорта. Да, это же, ну это же все негативно сказывается и на экономике нашей республики и нашей страны в целом. В этом году в России проводится государственный мониторинг мягкой и твердой пшеницы. Для чего это нужно? 100% валовый сбор нашей пшеницы должно быть обследовано нами, нашими специалистами. Для сельхозтоваропроизводителей это безвозмездная услуга, то есть это бесплатно, это все субсидировано государством. Для сельхозтоваропроизводителей это отличный шанс проверить свое зерно именно на качественные, на потребительские свойства, так как мы устанавливаем и класс пшеницы, и в дальнейшем он может уже по нашим данным знать, куда ему применять это зерно, то есть либо на мукомольные, на хлебопеченье, либо значит это будет на корма, да, то есть он уже сразу может понять. Вот, если же в этом году, то есть сельхозтоваропроизводитель не пройдет государственный мониторинг, он не сможет реализовать свою пшеницу. Какие результаты, во-первых, какого класса пшеница, насколько ГОС соответствует, что там с вредителями, может какие-то проблемы есть специфические только для нашего региона. На сегодняшний день получается у нас валовый сбор пшениц составляет 980 тысяч тонн, но около миллиона мы уже приблизились, так скажем, нами отобрано 780 тысяч, это 70% от текущего валового сбора. Если посмотреть по распределению классов, то наибольший процент это пшеница третьего класса, то есть у нас довольно-таки высокая клейковина в этом году, хорошее число падений, но эти те характеристики, которые влияют на класс, так скажем, стекловидность высокая. Далее идет в процентном соотношении это пятый класс и на последнем месте четвертый класс. Но могу немножко, как бы сказать, вообще прогнозы давать еще рано, но тем не менее хочу сказать, что в пятый класс у нас чаще всего идет по показателю ИДК. Это получается деформация клейковины, то есть это качество клейковины, и оно в этом году идет на третью группу, то есть оно высокое. Высокое оно, почему мы тоже, как бы и Министерство сельского хозяйства тоже задавалось этим вопросом. В этом году во всех партиях пшеницы, а зимой пшеницы, не знаю пока, как будут яровые, присутствует процент, содержание процента клоп-черепашки. Вот о нем хотелось подробнее, потому что мы слышим, что есть такая проблема. Чем она вызвана и какова дальнейшая судьба зерна, которое заражено? Ну, к сожалению, дальнейшая судьба, она уже как бы это ничего не сделаешь и не выведешь, да? Да, то есть он уже все, он уже есть, и как бы он, конечно же, ухудшил, к сожалению, качество зерна, и с этим надо как-то бороться либо на ранних стадиях, да, то есть взять на заметку, чтобы не было таких моментов в следующем году. Но при его укусе, получается, он очень сильно влияет именно на клейковину саму, то есть начинается снижаться качество этой клейковины. Соответственно, чем больше процента содержания вот именно укуса клопа-черепашки, тем сильнее падает это качество. Помянули про пестициды, и, ну, иногда эта тема звучит, что какая-то часть зерна имеет превышение по этому показателю. Это насколько серьезная проблема вообще? Проблема на самом деле очень серьезная. Дело в том, что у нас так прописаны законы, то, что, как я уже упомянула, технический регламент 015, где прописаны все допустимые нормы по каждому, по каждому, так скажем, по каждой культуре, да, и, соответственно, превышение этих пестицидов лечет за собой не самые приятные последствия, в том плане, что тогда, когда мы обнаруживаем пестицид, мы обязаны сообщать в территориальное управление Россельхознадзора о выявлении в данной партии превышения, и уже, ну, как Россельхознадзор принимает решение о дальнейшей судьбе этой партии. То есть она может быть и утилизирована, может быть, она пойдет на кормовые цели, может быть, как на пассивные, да, то есть там уже все принимает решение Россельхознадзор. Вы оцениваете не только пшеницу там, но и большое количество другой зерновой продукции. Вот расскажите об этом. Мы исследуем все виды зерновых, зернобобовых культур и масличных тоже. Также на этом спектр нашего, так скажем, не заканчивается, да. Мы исследуем и продукты переработки, и крупы, и мука, и различные жмыхи, шроты, и масла. Вот сейчас тоже, как бы, мы очень активно работаем по отправке масел в Китай. То есть масло, да, то есть мы исследуем подсолнечное, рапсовое, горчичное масло. Это все проходит через нашу лабораторию. Спектр у нас очень большой. Вот сейчас мы, например, расширяем свою область аккредитации. Вообще не зерновая продукция, а побочные продукты, животноводство. В этом году впервые были исследованы для экспорта семена суданской травы, выращенные в Тарстане. Расскажите, что это за культура, куда мы планируем ее продавать или применять у себя в республике? Отгрузили мы эту культуру в Евросоюз. Вот, там у нас был небольшой объем, буквально, по-моему, две машины. Но, тем не менее, то есть эта культура присутствует. А какие еще редкие культуры есть у нас в республике, которые вы исследуете? Вика, да, я не знаю, слышали, не слышали. Да, слышали. Вика. Затем, получается, мы и коноплю исследуем. И, ну, горчица, рапс, это само собой, лен. Затем, рыжик тоже, да, есть у нас в нашем списке. Ну, вот и все, наверное, пока. Ну, с Орга тоже бывает у нас. Про интервенционный фонд хотелось бы поговорить. Сколько зерна исследовано вами, направляемого на хранение туда? И вообще, какова роль Татарстана в целом в создании этого фонда? За весь период 2023 года было в республике заложено 220 тысяч тонн зерна в интервенционный фонд. В этом году, с начала года, мы продолжили эту работу. И вот буквально в июне эти работы закончились именно по закладке. Всего было по республике еще плюсом 80 тысяч тонн заложено. Это очень перспективное и правильное направление в нашей республике. Это же и для предприятий очень хорошо. То есть они как бы хранят это зерно и тоже получают какие-то свои денежки, так скажем, именно за хранение. И для государства это хорошо, потому что есть резерв, получается, хорошего, качественного зерна, продовольственного. Поскольку вы наблюдаете за производством зерна, за сельскохозяйством в целом, и, наверное, есть какое-то видение, как в нашей республике в целом развита культура выращивания хлеба, то есть какие у нас есть свои региональные особенности. У нас очень ответственные аграрии в нашей республике. Они ответственно подходят к своему делу. Выделить какой-то район, это будет неправильно, конечно же, с нашей стороны, потому что все стараются, все большие трудяги, все большие молодцы. И я думаю, что наша республика, она будет всегда стараться наращивать свой потенциал. Продолжение следует...